Здравствуйте, друзья мои! И, прожив жизнь до половины, иногда и раньше, взрослый человек начинает задумываться о том, что неизбежно подступают те дни и часы, когда нам надо будет разлучиться с этим миром, с этим телом, с близкими, с тем, что нажито непосильным трудом. И идти к Богу — это нечто неизбежное, то, что мы не можем ни отсрочить, ни отклонить, ни оспорить. Поэтому и в славянском языке страшный суд называется неумытным в том значении, что его невозможно избежать. А именно со смертью мы связываем события суда над нашей душой. Один мой приятель говорил, что в нашем безумном мире нужно быть чудовищем, чтобы претендовать на бессмертие. Эту фразу он сказал после того, как мы с ним долго спорили о том, что такое вампир в современной культуре, почему так пристально следят авторы, художники, режиссеры за этим образом мифическим, почему он так внезапно стал популярен. Ведь это бессмертное существо, неуязвимое на самом деле, но живущее за счет того, что пьет кровь у живых людей. Вот он и говорил, что в этом безумном мире нужно быть чудовищем, чтобы претендовать на бессмертие. Нужно быть вампиром. Бессмертно быть стыдно, да, наверное, так. И поэтому стоит вопрос о том, как правильно все-таки принять свою смертность, свою финальность, как ее правильно пережить. Этот вопрос стоит остро, потому что культура умирания как-то незаметно ушла из нашего мира, именно потому что жизнь стала более комфортной, продолжительной, старость не такой немощной, как в прежние века и поколения. И поэтому создается иллюзия, что со мной-то это не должно произойти как-то. Вот с другими, которые не следят за своим здоровьем, не выходят на пробежку, не посещают косметолога, не поставили фильтр на воду и не покупают свежие продукты с огорода без гербицидов. Вот с ними-то всякое может случиться, но только не со мной. Нет ни в коем случае. Но на самом деле эту культуру правильного старения нужно возвращать, и особенно она актуальна именно для христиан, для людей верующих, потому что наблюдать, как человек прячется от своей смертности, называя себя христианином, это очень странно и очень стыдно, но именно с этим приходится сталкиваться всегда. Мне бы не хотелось теоретизировать по этому поводу, потому что эта тема неприятная. она предусматривает две крайности, потому что мы живем в долине тени смертной. И ты можешь или совершенно исключить из своего внимания этот вопрос и говорить, так, я потом просто не хочу ничего слышать, я не буду думать, я буду жить, и все, не говорить мне ничего об этом. Есть другая крайность – жить в постоянном страхе смерти. Это состояние, которое отнимает самую невинную радость у человека, делает его неспособным к чему бы то ни было, творческому, никакому порыву, потому что забирает огромное количество сил. Как быть? Я не знаю, как быть. Я не знаю, я видел, как это делают другие люди, люди, которых я считаю святыми. Недавно я похоронил очень хорошего человека. Мы дружили несколько десятков лет. Это была замечательная женщина, которая состарилась у меня на глазах. И я могу много говорить о том, как правильно, как неправильно, но лучше всего, когда ты видишь, как это осуществляется в реальной жизни. Так вот эта женщина правильно старела. Правильно старела. Как мне кажется, по-христиански старела. То есть, отдав, так сказать, все долги, вырастив детей, завершив свое служение, потому что она действительно была прекрасным специалистом. Ее очень ценили, и она еще долго работала на пенсии, потому что в своей области она была действительно хороша. Вот есть люди по-настоящему компетентные и преданные своей работе. Вот она целиком и полностью отдавалась этому служению, не глядя на часы, то, что ей положено, что не положено, отдавала себе своему делу. И когда уже вышла на пенсию, она посвятила все свои дни церкви. То есть, она посещала богослужения, изучала Писание. И я заметил, что в какой-то момент она перестала покупать новые вещи, например. Она ходила опрятная, чистенькая, но это все были старые вещи, застиранные. Это такие старенькие, старомодные даже, я бы сказал. А дома у нее постепенно стали исчезать вещи. То есть, постепенно дом превратился в квартиру, в которой она жила, в какое-то такое, знаете, пустынное место. Она раздавала книги, вещи, посуду, что-то лишнее исчезало у нее. Куда-то распределяла деньги, пенсию, все куда-то пристраивала, отдавала. И сама как-то истончалась. И чувствовалась вот на протяжении этих нескольких десятилетий, которые я наблюдал, как она постепенно как будто бы перебирается в другой дом, в другое жилье. И в конце концов, когда она отошла ко Господу, это произошло как-то совершенно естественно, как будто человек сделал выдох, вдох и выдох. И вот она уже лежит в гробу, мы ее отпеваем. И почему-то это как-то произошло естественно, просто, без надрыва, спокойно. Человек побывал на службе, причастился, пошел домой и умер. Это блаженная кончина? Ну, если это не блаженная кончина, я тогда не знаю, что называть блаженной кончиной. Но важно другое. Для меня она образец этого правильного старения. Потому что мы должны понимать, что если естественно проходит наша жизнь спокойно и без вторжений, какого-то горя или болезни неожиданной, или же аварии в нашу биографию, то человек должен постепенно сам отпускать какие-то вещи, позволять себе состариться, но благородно, красиво. Насколько это возможно, конечно, в старости. Потому что старость – это немощь и болезнь. У нее это получилось. Мне это напомнило переезд из старого дома. Вот понимаете, как на соседней улице у нас сносят дома, и я вижу, как люди постихонечку переезжают. Вот ваш дом попал под снос. Вы знаете, что нужно потихонечку перебираться. Сначала вы перевезли шкаф, потом с оказии передали книги. Вот племянник приехал, перевез газ плиту, стиральную машину. И потихонечку вы в своем старом уютном доме уже остаетесь один на один с каким-то узелком нужных вещей, кроваткой, стол, стул, последняя посуда, которая здесь осталась. И наступает такой день, когда вы и это уже передаете, и, держа узелок в руках, просто поворачиваетесь, осматриваете свой старый дом и говорите, «А хорошо мы все-таки жили». И с благодарностью покидаете это место, которое уже перестало быть жилым. Переходите в новый мир, в тот дом, который вам Господь приготовил. Это путь правильного старения. Спокойного, естественного. Без надрыва, без истерик, без сцен, которые мы Богу предъявляем. Претензий, обид. Нет, все происходит путем всей земли, спокойно, идем на отдых, которого заслужили, а может быть не заслужили, но все равно надеемся на лучшее. Это путь всей земли, это естественно, естественный переезд. Нечего засиживаться в этих старых домишках, которые разваливаются. А современная культура секулярная нам говорит, ну подождите, ну можно же еще переклеить обои, перекрасить ставни, можно поменять окна на более модные. Он еще, вот ваш дом подержится, еще постоит. Вот совсем чуть-чуть, вот посмотрите на соседние улицы, совсем ветхий был, а вот сделали евроремонт, и ничего. Да развалится все. Зачем держаться за эти старые обои? Зачем держаться за старые воспоминания? Нужно пройти свой путь до конца благородно, красиво, с высоко поднятой головой, встречая свой финал, свою старость, немощь, спокойно, мудро, благородно и с благодарностью.